Ребят, всем большой привет! Меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Как же классно, что есть компании, которые готовы воплотить наши детские мечты. Да, вы ведь помните замечательные школьные годы, когда была некая камера с красной пленкой, которая могла фотографировать все, что угодно, в том числе и сквозь одежду. И поэтому все нормальные девчонки очень боялись ее. Прошло время, и компания OnePlus подумала, хм, а почему бы не реализовать это в новом флагмане? Это OnePlus 8 Pro, и вы, конечно же, знаете, что у него установлена камера, которая может просвечивать сквозь одежду. Ну что ж, давайте разбираться, как это работает на самом деле. Меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Погнали! Так, ребята, скажите мне, пожалуйста, ну просто ради интереса, что бы вы хотели просветить? Просто гипотетически напишите в комментариях, какую вещь вы хотели бы просветить. Это новый флагман OnePlus 8 Pro, и здесь внизу стоит вот эта 5-мегапиксельная камера, которая может улавливать инфракрасные волны. И у меня для вас есть две новости, хороших и одна плохая. Первая хорошая новость, этот смартфон я взял в магазине kitbrand.ru, и поэтому для всех моих подписчиков есть специальный промокод DJPhil. Он вот здесь написан. Если вы сделаете покупку у ребят свыше 50 тысяч рублей, получаете сразу же полторы тысячи скидку. Бац, и все. Я внизу оставлю ссылку на магазин, переходите, посмотрите цены. Вторая новость, это то, что писали в интернете, что можно просвечивать сквозь какие-то материалы. Да, это все правда. Ну и конечно же, когда нормальный мужчина берет в руки камеру, которая умеет просвечивать сквозь предметы и одежду, что нужно сделать? Вы это видели? Конечно же, нужно просветить какую-нибудь бутылочку. И вы знаете, я сегодня целый день хожу по дому и смотрю, какие вещи можно просветить. Их на самом деле оказалось не так много. Во-первых, давайте немножко теории. Первое. Эта камера не может просвечивать через все, что угодно. Ей нужен черный пластик, и иногда черная одежда тоже подходит. И это должен быть такой специальный пластик. Мало того, должно быть вокруг много света. И вот в чем суть. Это нижняя камера на 5 мегапикселей. Она способна фиксировать инфракрасные волны. А инфракрасные волны за счет своей длины, например, как сотовая связь, могут проходить сквозь предметы. И так получается, что камера OnePlus 8 Pro может фиксировать эти волны и смотреть сквозь предметы. И ничего сложного нет. Вы просто включаете эту камеру, заходите в фоторежим, берете черную бутылку, еще одну черную бутылку. И мы их видим черными. Затем мы заходим в фильтры. Начинаем менять фильтры. И бац! Эти бутылки становятся прозрачными. И жидкость, которая там находится, она тоже становится прозрачной. А еще вот я нашел пульт от караоке. И посмотрите, здесь тоже есть пластиковая крышечка, которая сама по себе черная. Именно здесь находится тот датчик, который пропускает инфракрасные волны, для того, чтобы вы могли пользоваться пунктом дистанционного управления. И так как этот датчик пропускает инфракрасные волны, то мы видим, что там внутри. Честно говоря, это прикольно, конечно. А если, например, взять айфон, то он просто нас расстреляет своим инфракрасным датчиком, потому что именно за счет него осуществляется функция Face ID. Выглядит неплохо, да, согласитесь? А вот это наверху отражается. Это я сверху снимаю на Galaxy S20 Ultra, и у него тоже есть некий инфракрасный датчик. Ну и, конечно же, нам сразу захотелось открыть рентгеновский кабинет, пригласить всех самых красивых девчонок с вашего города и просто провести обследование даже в условиях коронавируса. Но, к сожалению, через одежду эта штука вот так просто не просвечивает. То есть вы сейчас видите фотографии, где есть небольшие просветы сквозь одежду. Ну это, знаете, честно говоря, так немножко с натягом все выглядит. А еще компания OnePlus одумалась. Видимо, там уже сверху-то позвонили и сказали, вы что делаете-то, а? Ребята, через что вы собираетесь просвечивать? И на этой неделе компания OnePlus обещала прислать заплатку, которая уберет такую функцию. Обновляться или нет, решать вам. Скажите, вы будете обновляться? Если у вас есть уже OnePlus 8 Pro, вы будете обновляться или нет? Но вообще, если говорить по поводу полезности этой штуки, толку на самом деле никакой нет. То есть ты поигрался один день-другой, на девушек понаводил, толку никакого нет, и такой, ну и все, типа спасибо, до свидания. Другое дело, что OnePlus 8 Pro. Я начал им пользоваться, уже целый день с ним хожу, и я думаю, что в ближайшее время запишу первый ролик по поводу этого смартфона. Будут, кстати, бомбические сравнения фото и видеовозможностей с Samsung, iPhone, Huawei и Xiaomi, всеми остальными. Ну и, конечно же, как этот смартфон работает. Эх, друзья, были времена, когда OnePlus стоил ничего, а давал дофига. Вот это было убийство флагманов, по-настоящему. Сейчас это просто крутой и дорогой смартфон, который стоит по 70 тысяч рублей. Алиэкспресс немножко спасает, но в целом ценовая политика сложная. Вот такая история, о ней больше нечего рассказать. Я, как всегда, лишь говорю вам спасибо за то, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Впереди много видосов по поводу OnePlus 8 Pro, фотки, скорость, опыт использования. И вообще, на 70 тысяч он тянет или нет? Меня зовут Фил, это Честный Блог. Всем спасибо, не болейте. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok